МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вызов для дорожных служб. Как в Сарове проходит ямочный ремонт? Земля Серафима Саровского в духовно-научном центре прошла ежегодная конференция. Разгромная победа. Баскетбольный клуб «Атомы» обыграл «Спартак» и «МГ». Далее расскажем обо всем подробно. Ямы на дорогах стали главной темой для обсуждения в среде автолюбителей. Теплая зима в этом году и частый переход температуры через ноль приводят к износу и разрушению асфальта. Конечно, ям больше на автомобильных дорогах в первую очередь. Там, где интенсивное транспортное движение, интенсивное грузовое движение, улица Садовая, Курчатова, Зернова, Розамасская, в общем, все большие магистральные улицы наблюдаются подвержены наибольшему воздействию нагрузки автотранспорта, и там сильное разрушение. Ям латает дорожно-эксплуатационное предприятие. В две смены рабочие борются с последствиями капризов погоды. Выбоины устраняют двумя способами – заделывая кирпичами и с помощью рециклера. С помощью рециклера, да, это технология, которая позволяет использовать элементы фрезерования холодного, повторно использования асфальтобетонной смеси, наперед, пока не работает асфальтобетонный завод. А кирпичом – это работа по мощению выбоин кирпичом. Просто производится разборка асфальтобетонного покрытия, подготовка поверхности, укладка кирпича стык-стык, чтобы ликвидировать выбоин. Укладка ям кирпичом требует больше времени, при этом дороги не перекрывают и возникают заторы. Но этот метод надежнее и долговечнее. Заделать яму асфальтобетонной смесью быстрее, но колеса проезжающих автомобилей ее быстро размоют, и выбоина возникнет на этом месте вновь. Так нельзя сказать, что полностью работа может быть здесь на этом участке выполнена, на любом, потому что, в принципе, допустим, взять улицу Арзамаску и улицу Садовую, неоднократно туда люди возвращаются, и буквально из-за, опять же, налития большого воздействия транспорта и воды, и перепады температуры, эти ямы могут тут же вылетать вновь уложенная смесь. Поэтому неоднократно приходится возвращаться на одно и то же место. Специалисты подчеркивают, что все эти меры временные. При наступлении более благоприятных погодных условий ДЭП проведет полноценный ремонт ям на дорогах города. Горожане могут сообщить о выбоинах через портал «Умный Саров» или непосредственно в ДГХ по телефону 977-54. На все обращения специалисты оперативно отреагируют. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Сотни брошюр, буклетов, информационные стенды и, конечно, вопросы школьников. В Сарой прошел традиционный форум для старшеклассников «Абитуриент». Свои кафедры и направления представили 4 вуза. НИЯУМИФИ, САРФТИ, Нижегородский технический университет имени Алексеева и ННГУ имени Лобачевского. Форум «Абитуриент» – это совместный проект администрации и департамента оценки развития персонала ядерного центра. Встречи старшеклассников и представителей вузов проводятся более 10 лет. Школьники познакомятся с правилами приема, выяснят нюансы, которые их интересуют. Они узнают о правилах поступления на целевое направление, узнают о целевой программе российского ядерного центра, получат ответы на все свои вопросы, сколько баллов надо для поступления, на какую специальность идти, где какой конкурс. Представители НГТУ имени Алексеева приезжают в наш город около 15 лет. Сотрудничество началось еще при старых правилах приема – до введения ЕГЭ. Как отметили преподаватели вуза, такие встречи помогают старшеклассникам в живом общении, убрать многие барьеры и сориентировать будущих студентов. Мы можем конкретизировать, какие направления есть, что нового появилось в университете, чем можно заинтересовать помимо обучения. Ведь, наверное, не только обучение, а интересная вообще жизнь студенческая. Все это мы как раз и пытаемся донести. И вот эта возможность, спасибо, что она предоставлена. Форум «Абитуриент» – это не только место для уточнения проходного балла, и наличия бюджетных мест. Здесь выпускники школ узнают о новых направлениях обучения и их преимуществах. Хотя проект в большей степени нацелен на учеников 11-х классов, на форум пришли и те, кому ЕГЭ сдавать еще не скоро. Я считаю, что уже в 9-м классе нужно определиться со своим направлением, чтобы в 10-м и 11-м классе быть нацелены именно на те предметы, которые мне понадобятся при поступлении в вуз. Я пришел сюда, чтобы определяться, куда поступать. Пришел, чтобы более-менее определиться с тем, куда пойду и что буду сдавать. Я считаю, что заранее желательно выбрать какое-то направление и найти свой путь заранее. С напутственными словами к старшеклассникам обратились представители Городской думы и администрации. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Сколько воды тратит семья из 4-х человек в год? Привычные для взрослых величины тонны и кубометры воспитанники 42-го детского сада Савелий Качалин и Матвей Ховрина заменили на КамАЗы. И сразу стало понятно, что это очень много и воду надо экономить. Больше всего воды мы тратим на тьерок, в поливании души. На конкурсе в естественном научном направлении ребята представили свое исследование на тему сбережения природных ресурсов. Савелий и Матвей высчитали, сколько тратится воды в день и как можно сократить ее потребление. Воду надо экономить, чтобы в запасной земле не стратились. В работе над проектом детям помогали родители и воспитатели. Вместе с друзьями мальчики сделали специальные буклеты о том, как экономно расходовать воду. Получилось полное погружение в тему. Когда стали готовиться к выступлению, к презентации, дети довольно-таки осознанно отвечают на вопросы, когда им задавали дополнительные вопросы, то есть они понимающие относятся к этому. В Сарове конкурс «Я исследователь» проводится в третий раз. Как отметили организаторы, с каждым годом растет количество участников и повышается качество проектов. Ребята поднимают в своих работах актуальные темы. Интерес у детей большой и у родителей, и у педагогов. Конечно, приветствуются те работы, которые выполняются по инициативе ребенка. То есть у ребенка возникает вопрос, и он с помощью взрослых пытается найти ответ на этот вопрос. И потом может представить выводы, к которым он пришел. И может рассказать, как он пришел к таким выводам. В этот раз ребята изобретали кормушки с датчиками для птиц, совершенствовали карту для определения маршрута, наблюдали за изменениями погоды. Пока одни представляли свои разработки, другие внимательно слушали. Очень радует, что ребята, которые являются слушателями, зрителями, тоже задают очень много вопросов. Иногда даже ставят в тупик членов жюри. Нам даже нечего больше спросить. Очень серьезные, такие глубокие вопросы. Всего в муниципальном этапе конкурса творческих проектов приняли участие 40 воспитанников из 12 детских садов. Они представили на суд жюри 35 работ. Победители городского конкурса станут участниками регионального этапа и получат возможность побороться за победу на всероссийском уровне. Чтить память героев, сорвавшись за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. Клянусь! 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 В современной атмосфере 12 саровчан официально вступили в ряды юнармии. Ребята поклялись в верности своему отечеству, пообещали стремиться к достижениям в учебе и спорте, стойко преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Основная цель – это военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. То есть самое главное, для чего ребята ходят, занимаются, постигают военные науки, учатся защищать свою Родину. По всей стране тысячи активистов носят почетное звание юнармейца. В Саровском отделении организации более 130 человек. В школах нашего города действуют пять юнармейских отрядов и два военно-патриотических клуба. Во время посвящения ребята получили нашивку, значок и личную книжку, в которую записывают все достижения будущих защитников Родины. Ульяна Зарубицына – заместитель командира отряда «Барс» пятой школы. Присяга стала для девочки важным этапом, которого она ждала уже давно. Школьница рассказывает, что программа занятий и их объединение очень обширная. Мы ходим строим шагом, разбираем автомат калашников, одеваем противогаз, ОЗК, потом знамя ночью. Я стала командиром отряда, теперь зам командира отряда. И мы скоро поедем на Зарницу, и я очень рада этому. Любой желающий может вступить в юнармию. Для этого нужно написать заявление, заполнить анкету, пройти медкомиссию и сдать две фотографии три на четыре. Уже сейчас юнармейцы активно участвуют в организации празднования 75-летия победы над фашизмом. У школьников проходят репетиции по строевой подготовке. Своё мастерство ребята продемонстрируют на параде 9 мая. В этом году конференция «Земля Серафима Саровского» была направлена на духовное и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Школьникам и студентам показали видеоролик с фронтовыми кадрами, снимками победы над фашистскими захватчиками, рассказали о клириках Нижегородской епархии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В зале собрались и молодые, и представители более старших поколений. Эта конференция вносит свою роль в духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Она служит светлым целью борьбы за мир. По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам Сергея Анипченко, сейчас в городе осталось 724 свидетеля войны, 30 из которых – непосредственные участники боевых действий. Главная задача подрастающего поколения – не потерять с ними связь и быть достойными их подвига. Участники конференции выступили с докладами на тему духовного воспитания молодежи и рассказали о важности культурных традиций. Игумен Никон подчеркнул, что души погибших бессмертны, а самое важное человеческое качество, которое помогло победить врага – любовь к родине и ближним. Духовной основой, я бы сказал, только что видели, является любовь. Любящий сердце может стать на защиту и маленькой родины, и большой родины, и любимого человека. На конференции обсудили деятельность патриотических организаций города, работы участников конкурса «Православный колумнист» и «Серафимовских детских чтений». Посмотрели видеоролики межрегионального проекта «Александр Невский». «Песни военных лет» для гостей исполнили солисты вокальной студии «Аллегра» и студенты Саровского физико-технического института. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В концертном зале Саровского драматического театра собрались ветераны, свидетели войны и будущие защитники Отечества. Праздничный вечер начался с поздравлений от первых лиц города. Представители власти отметили, что Саров и каждый его житель имеют огромное значение для обеспечения обороноспособности нашей страны. Мы выражаем все огромный низкий поклон и глубокую благодарность жителям нашего города за вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, за патриотическое воспитание молодежи, за воспитание наших детей, за воспитание наших внуков в духе патриотизма. Поздравления сменились концертом Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». имени Людмилы Зыкиной. Для виновников торжества со сцены прозвучали песни военных лет, народные музыкальные зарисовки, жизнеутверждающие композиции эпохи Советского Союза. Гости вечера вспомнили сотрудников ядерного центра, которые погибли в страшной трагедии под Архангельском 8 августа 2019 года. Им артисты посвятили песню «Твои следы» Муслима Магомаева. Программа концерта несколько раз менялась. По словам художественного руководителя коллектива Дмитрия Дмитриенко, музыканты с особым трепетом подбирали каждую композицию. Перед самым началом концерта мы опять немножко кое-что изменили, кое-что поменяли. И даже во время концерта, вот после как раз «Песни твои следы», где появились фотографии вот этих замечательных, увы, к сожалению, погибших героев, настоящих героев, сынов Отечества, мы даже немножко тоже изменили, не стали после этого исполнять то произведение, которое было запланировано. Вот как-то эта программа вся сегодняшняя, она как-то вот так вот была вот через сердце прошла, через душу, не просто вот сложилась в виде жанровых каких-то, так сказать, принадлежностей, а вот как-то она вот так вот выстроилась, и такое же ощущение во время концерта было абсолютно. Защитников Отечества всегда сопровождала народная музыка. Она мотивировала, придавала силы, поднимала боевой дух. Сейчас ее чаще можно услышать в современной обработке, но неизменным осталось одно – искренность и душевность русской песни. Она такая особенно душевная, она попадает, каждое слово любой песни, оно попадает в самое сердце, и неважно, старый ли млад, если это настоящее, то оно достигает самого сердца, самых глубин и важных каких-то струн, которые всегда мы обязаны будить. Концерт ансамбля «Россия» стал отличным подарком для саровчан в преддверии Дня защитника Отечества. Коллектив гастролирует по всей стране и за ее пределами, выступает перед военнослужащими в зонах боевых конфликтов, передавая в песнях красоту нашей страны и дух русского народа. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Помнить о традициях своей семьи и родного края, передать их своим детям и внукам. Для Елены Бахтереевой это особая миссия. Почти 20 лет она служит в Саровской дивизии. Но даже суровые армейские будни не заслоняют в ее жизни простых и дорогих сердцу истин. Для нашей семьи масленицы это в первую очередь собираемся всей семьей за столом. Соответственно, печем блины всевозможные. Основной мой рецепт, конечно, это тот бабушкин. Когда в очередной раз Елена начинает замешивать тесто для блинов, она вспоминает свое деревенское детство и бабушкины блины из русской печки. Именно оттуда и пошло выражение печи блины. Потому что их пекли действительно в печке на тагане, на толстых чугунных сковородах, когда блин получался сразу испеченным с двух сторон. То есть мазала всегда топленым сливочным маслом, топленой сметаной. Это вкус детства, который просто не передать словами. В городской квартире печки нет. Но буквально за час Елена умудряется напечь несколько десятков тонких блинчиков. Рецепт она не держит в секрете, а с удовольствием делится со всеми, кто хочет освоить премудрости выпечки блинов. Гости приходят неожиданно, потому что это масленичная неделя. Ее еще называют широкой масленицей. И, соответственно, хочется, чтобы все побыстрее это все сделать. И вот данный рецепт он очень даже вручает. Продукты потребуются самые простые. Четыре яйца взбить, добавить четыре столовых ложки муки с горкой, четыре столовых ложки крахмала, соль, сахар, растительное масло, влить пол-литра теплого молока и перемешать. Через полчаса можно печь аппетитные блины. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Международный конкурс «Сеньорита гитары» в Белоруссии проводился впервые. В нем приняли участие солисты и творческие коллективы ближнего и дальнего зарубежья. Саров представляли воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирева. Саровчане привезли домой сразу несколько призовых мест. В номинации «Соло» Егор Дмитриев стал лауреатом третьей степени. По словам гитариста, в его возрастной группе конкуренция была серьезная. Все участники владели гитарой в совершенстве и выступили достойно. Молодой человек был уверен, что приедет домой без диплома. Ожидал худшего вообще. Потому что ошибки были. Но когда я вышел, все равно смешное чувство было. Но все равно радость была. В номинации ансамбль учащиеся детской музыкальной школы имени Балакирева, Полина Заслонова и Анастасии Спиряева стали дипломантами первой степени. На суд-жюри девочки представили две композиции «Милонга» и «У ворот ворот». Их дуэт образовался шесть лет назад. За это время они сыграли десятки произведений. Каждый раз, выходя на сцену, они откладывают волнение в сторону. Нужно представить перед собой задачу и просто выполнять ее. Не задумываться даже о каких-то волнениях. Промахи, вот это все, мне надо задумываться. Просто играть. Как получится, так получится. Дипломом первой степени мы довольны, потому что у нас получилось сыграть в музыкальной задаче. Впереди юных артистов ждет немало конкурсов. В начале марта ребята отправятся в Дзержинск после Варзамас, а завершат конкурсную программу этого учебного года в Москве. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Широкие мазки, буйство красок, сочетание русского импрессионизма и советского реализма. Все это можно найти на полотнах Владимира Батаева. Художник мастерски пишет русские пейзажи. В его работах отражается величественность и в то же время простота бескрайних просторов нашей страны. Владимира Алексеевича часто называют певцом Муромского края. Ему автор посвятил большую часть своих работ. Там родился, вырос, учился, состоялся. И поет улицам Мурома такой вечный гимн. И вот если посмотреть его работы, то это или Муром, или рядом какие-то небольшие деревеньки, которые связаны опять же непосредственно с Муромской землей, ну или древние храмы Костромы, то есть вот такая северо-восточная Русь, или такая исконная Русь. И наше начало-начало. Древний город Муром, 1100 лет. И посмотрите, какие древние величественные храмы. В экспозиции городского музея, кроме муромских и костромских пейзажей, саровчане могут увидеть картины с изображениями нашего города, а также села Дивеева. Местные жители без труда узнают на полотнах летние и осенние виды Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. В своих картинах Владимир Батаев мастерски передает краски и полутона неба, снега и листвы. Его картины будто живые, пронизаны светом и наполнены свежим воздухом. Картины разные, вот пейзажи, но совершенно со своими разными настроениями. Есть вроде бы зима, а картина просто улыбка. Настроение радостное, веселое и такое уже внушающее. Вот-вот придет задышит весна, придет весна. А другая картина вроде бы гроза, но опять же гроза, с каким-то ощущением переполняющего какого-то обновления, какой-то радости, какого-то воздуха. В раннем творчестве муромского художника можно встретить натюрморты и портреты. Но знаменитым Владимир Батаев стал благодаря своим пейзажам. Работы художника находятся в музее города Мурома, в престижных частных коллекциях России и многих стран мира. Посмотреть уникальные полотна Владимира Батаева можно в городском музее до середины апреля. Для лиц старше шести лет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. На выставке «Ожившая сказка» представлены работы как самых первых воспитанников студии кадрики детской школы искусств номер 2, так и тех, кто недавно начал постигать основы этого искусства. Ребята у нас рисуют персонажей, фаны, какие-то детали. Потом за станком, по сценарию они снимают все сцены. И потом у нас получается мультик «Ожившая сказка». Поэтому выставка наша так и называется. И можно посмотреть, что из себя представлял наш мультфильм. Мультстудия кадрики существует уже четвертый год. Учиться туда приходят дети с 7 лет. Целый год малыши учатся рисовать, постигают основы актерского мастерства, чтобы озвучить своих персонажей, изучают анимационные этюды. Например, разбирают, как падает шар, или двигаются мышцы на лице человека. Рисуем портрет, допустим, из пластилина оживляем человеку рот. Делаем простейшие элементы, как глаза хлопают. На самом деле это очень сложно, но вначале проходим, допустим, как лист падает. Самыми первыми зрителями выставки стали воспитанники ближайших детских садов. Преподаватель кадриков рассказала им, что научиться делать мультфильмы может каждый ребенок. Для этого не нужно предварительной подготовки или специальных навыков. Надо просто очень любить мультики и хотеть их снимать. Работы воспитанников детской школы искусств номер 2 можно посмотреть в Центральной детской библиотеке имени Пушкина до конца весны. Сами мультики размещены на канале студии в Ютубе. Без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Третья игра чемпионата Нижегородской области среди мужских команд для баскетбольного клуба «Атом» началась продуктивно. Уже на первой минуте матча саровчане забросили в кольцо Спартака несколько мячей. К концу первого периода подопечные Дмитрия Покровского значительно вырвались вперед. Разница в счете 24 очка. Игроки «Атома» демонстрировали собранность команды. Быстрые передачи, точные броски и грамотная защита дали свои результаты. Второй период закончился со счетом 52-18. В третьем периоде Спартак оживился. Начал активно закидывать мячи и сокращать разрыв по очкам. Но саровская команда быстро ответила взаимными бросками. Встреча закончилась со счетом 115-52. По словам игрока баскетбольного клуба «Атом» Владислава Покровского, его команда была объективно сильнее во всех аспектах игры. И в нападении, и в защите. Богородским спортсменам, как дебютантам высшего дивизиона чемпионата области, было тяжело тягаться с опытными саровчанами. Мы давно знаем друг друга, так скажем, костяк команды у нас играет уже не один десяток лет. Поэтому мы чувствуем друг друга, и хорошо комбинация у нас проходит. И во взаимопонимании у нас нет проблем. Самое сложное сегодня было то, что у нас несколько человек не смогли играть. Мы играли в семером весь матч, поэтому опасались то, что может не хватить нас физически. Но с первых минут побежали, продышались, и в первую четверть уже сделали задел, которого нам хватило на всю игру. Сейчас саровчане занимают выгодную позицию в турнирной таблице. Предыдущие две домашние встречи для «Атома» прошли успешно. Сначала баскетболисты обыграли спортсменов из Шахунии, после победили своего давнего соперника – команду «Мотор» из-за Волжья. В субботу клуб нашего города снова сыграет с ней на выезде. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». В клубе «Леса» занимаются совсем еще маленькие ребята. Самым юным футболистам шесть. Самые старшие учатся в начальной школе. Кто-то из них пришел в секцию пару месяцев назад, а кто-то уже несколько лет буквально болеет футболом. Одними тренировками в ОБЦ ребята не ограничиваются. Устраивают товарищеские матчи с другими командами центра внешкольной работы и выезжают на различные турниры за пределы города. В открытом Кубке Саранска по мини-футболу среди детских команд подопечные Николай Дубенко занимают четвертую строчку турнирной таблицы. Мы никогда не добирались так высоко. Ну, разве что в турнирах таких маленьких, где сначала, ну, до финала в некоторых добирались, ну, конечно. Но вот в таком большом первенстве до такого места еще никогда не добирались. Еще одни соревнования, в которых участвует в этом сезоне «Лиса» – первенство Нижегородской области по футболу среди детских команд «Зон Арзамас». В этом турнире ребятам противостоят их земляки из команды «Дюз Шикар-2011». Одну игру воспитанники ЦВР им проиграли со счетом 2-1, другую выиграли 5-0. Интересно играть, как они все делают, их тактика. Жизни без футбола не мыслит и девочки. Ксюша Захарова занимается в клубе «Лиса» уже два года. Больше всего ей нравится стоять на воротах или исполнять роль нападающего. Ну, потому что там всякие приемы есть, ну, например, чеканить, забивать голову. Ребята отметили, что для победы на крупных турнирах им не хватает сплоченности. Все силы тренера и команды брошены на то, чтобы выработать тактику и поднять командный дух. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Звучит свисток судьи, доля секунды и юные спортсмены уже в воде. Они сосредоточены только на одной цели – прийти к финишу первыми. Я участвую ради наград и чтобы повысить свое мастерство. Я на эти соревнования пришла для того, чтобы победить. Победить и получить новые разряды. Я участвую в соревнованиях только для того, чтобы победить. В первенстве по плаванию приуроченном ко Дню Защитника Отечества участвовали только мальчики и юноши. Воспитанники отделения плавания спортивной школы «Икар». Самым младшим – 7 лет, а самому взрослому только исполнилось 18. Соревнования традиционные, просто для детей делаем праздник. Популяризация спорта, популяризация плавания, выполнение норм, разрядов. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 50 метров всеми способами. К ролям, свободным стилем, брасом и на спине. Скоро я плыву в брасл. Я надеюсь, что я вороблю самым первым, потому что этот стиль мне нравится больше всего. Мне достойные соперники, и я рада, что я попадаю на соревнования. И я занимаюсь, что я занимаюсь. Ребята, которые самыми первыми пришли к финишу, получили дипломы. Подобные заплывы для представительниц прекрасной половины отделения плавания «Дюз Шикар» пройдут в начале марта. Саровским спортсменам удалось распечатать ворота соперников уже на первых минутах игры. Проведя несколько острых атак, хоккейный клуб «Саров» забросил сеченовцам еще три шайбы, получив в ответ одну. Во втором периоде за воротами гостей зеленый свет загорался еще три раза. Отыграться в этом матче сеченовцам так и не удалось. Уже в третьем периоде хозяева льда окончательно закрепили свое преимущество и закончили игру с разгромным счетом 8-2. Более-менее, не вот уж прям доволен, но удовлетворительная оценка для первого этапа. Посмотрим, что будет на выезде. Хоккейный клуб Сеченова еще совсем молодая команда и в играх высшей хоккейной лиги участвуют впервые. Перед каждой игрой ребята ставят перед собой задачу вернуться домой с победой, но пока спортивная фортуна обходит их стороной. Моментов много не реализовали. Было много, забили бы, может быть, игра была интересна. А так, в обороне плохо сыграли. Софья Голубкова с пяти лет занимается прыжками на батуте. По словам девочки, главное в этом спорте отрабатывать технику, высоту прыжка и сложность элементов. На соревнованиях в Оренбурге Саровчанка стала второй в личном зачете. Воспитанница Дюши Кар выступала на двойном мини-трампе с сальто-назад в группировке 2 с полувинтом и с элементом сгиб-разгиб с поворотом на 540 градусов. В первом элементе, например, как сальто-назад зависит 2 с полувинтом. Если как-то не попадешь неправильно, то второй элемент может просто не получиться или получится только не в ту зону. В моей категории было 13 человек, один поток. Я подружилась с девочкой из Самары. Ну, и мне достаточно было сложно ее выиграть. Комбинации были намного сложнее, но я справилась. В первенстве Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте соревновались 250 участников из семи регионов. Наш город в составе делегации из Нижегородской области представляли 13 спортсменов. Упорные тренировки на протяжении года дали свои результаты. На соревнованиях Максим Синицкий стал серебряным призером. Школьника привлекает возможность регулярно развивать свои физические способности и осваивать новые комбинации в батутном спорте. Я там, например, на первый день сделал элемент, а к третьему дню уже его освоил. И уже на четвертый день мне его легко делать. Мне надо было сосредоточиться, собраться на комбинациях. Если я сосредоточился, у меня все получилось. Мягкое и точное приземление умения сконцентрироваться и грамотно сгруппироваться в нужный момент. Без этих навыков сложные комбинации юные батутисты освоить не смогут. Научиться контролировать свое тело – главная задача, которую тренер ставит перед прыгунами. Прыжковые элементы. На батуте мы обкручиваемся. Более сложные элементы. Мы прыгаем. Вот сейчас нам сделали прыжковую яму. Мы там обучаем детей сложным элементам уже. Они, которые только учатся, они же им тяжело делать здесь, боятся. А там им полегче, им уже не страшно. Они прыгают. Более сложные элементы. Потом, как-то научатся делать более-менее технически, они уже переносим мы вот эти элементы сюда уже, на жесткую опору. Воспитанники Дюж Шикар не раз становились лучшими на соревнованиях в нашей стране и за ее пределами. Среди титулованных саровчан девятикратный чемпион мира Михаил Заломин и член сборной России по прыжкам на батуте, мастер спорта международного класса Александр Одинцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова